Старше равно толще. Почему же так происходит? Чем старше мы становимся, тем сложнее становится бороться с лишним весом, а поправляемся мы при этом наоборот быстрее. На самом деле это абсолютно естественный процесс, и ему есть по меньшей мере одно объективное объяснение. И сегодня мы расскажем вам, что означает поправляться не от котлет, а от лет, или почему мы начинаем набирать лишний вес от еды, когда становимся старше. Наше тело с течением времени постоянно меняется. Это относится к состоянию мышц костей, а также к скорости метаболизма. Организм 10-летнего ребенка будет работать совсем иначе, когда ему исполнится 25, 40 или 65 лет. Количество мышечной массы также будет меняться в зависимости от возраста. В молодости мышцы сильнее, чем в старости. А потому совершенно нормально с годами замечать жировые отложения там, где их раньше не было, или в тех местах, где от них было несложно избавиться. Дело в том, что наши энергетические затраты варьируются в зависимости от того или иного жизненного этапа. Когда мы молоды, мы тратим большое количество энергии, но чем старше мы становимся, тем эта цифра становится все меньше и меньше. В основном это происходит потому, что мы лучше ее используем. А сокращается базовый расход энергии по двум причинам. 1. Меняется процентное соотношение. Когда мы вырастаем, мы теряем мышцы и накапливаем жир. Например, процентное содержание жира у мужчины в возрасте от 20 до 30 лет колеблется между 18 и 21%, от 41 до 50 лет – от 23 до 25%, а у мужчин в 60 лет и старше превышает 26%. С женщинами происходит то же самое, от 22 до 24% жира у женщин в возрасте 20-30 лет, от 27 до 30% в возрасте 41-50 лет и более 31% после 60 лет. Жир накапливается естественным образом, а вот мышечная масса уменьшается, потому что именно мышцы тратят большую часть имеющейся энергии. 2. Меняется выработка гормонов. Это касается не только женщин в период менопаузы, но и мужчин тоже. Гормональный фон напрямую связан с весом нашего тела, так как гормоны могут заставить нас больше спать, к примеру, или больше есть. По мере нашего взросления гормоны начинают работать с целью сокращения расхода энергии, так как мы уже не имеем той жизненной силы, что была прежде. Это означает, что организм с большей легкостью накапливает жир, особенно в области талии. Именно так наше тело готовится к снижению физической активности или какой-либо проблеме со здоровьем, требующей неподвижности. После 30 поправиться легче. Следует учитывать, что изменения в организме появляются не только в старости. Так что не стоит давать себе волю с обильными и жирными блюдами после 30. Когда мы становимся старше, мы замечаем, что талия становится шире, живот набухает, а одежда уже не сидит на нас так, как раньше. Чем больше свечек мы задуваем на своем праздничном торте, тем скорее набираем лишний вес. И зависимость здесь кажется абсолютно прямая, даже если мы и продолжаем придерживаться тех же привычек в еде. Борьба с лишним весом и ожирением с каждым прожитым годом становится все ожесточение. Неправильное питание, стресс, генетическая предрасположенность и малоподвижный образ жизни могут негативно сказаться на количестве набранных килограммов, а также стать причиной гормонального дисбаланса и потребовать приема определенных лекарств. Именно гормоны, в большей степени, несут ответственность за то, что жир начинает откладываться в организме. Начиная с 30 лет, эстроген, прогестерон и андрогены уже не работают так, как это было прежде. А поскольку они отвечают за поддержание массы нашего тела, то понятно, почему результаты их обновленного режима работы мы видим на своих бедрах, животе или ягодицах. Источники энергии, которые в 15-20 лет нам казались неиссякаемыми, постепенно ушли. Наш образ жизни жизни стал, если не совсем сидячим, то уж точно менее подвижным. Если же к этому прибавить свою работу и отдых, походы в кино или театры, ужин в ресторане или путевка на курорт, где все включено, то можно увидеть правило чем старше, тем толще в действии. Уравнение более чем простое. Прибавка в весе не единственное изменение во взрослой жизни. Но что будет, если я буду вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом? В этом случае вам следует следить за количеством потребляемых калорий. Женщина 31 года, которая, например, весит 60 килограммов, должна потреблять 2000 калорий в день, чтобы оставаться в своем весе. Та же женщина в возрасте 45 лет будет тратить уже около 1850 калорий в день, значит и потреблять их нужно столько. А если она будет продолжать потреблять по 2000 калорий, то 150 станут просто лишними. И тогда где-то за 6 месяцев она легко наберет около 4 килограммов. Но мы с вами должны думать не только о лишних килограммах, которые появляются с возрастом, а еще и о различных заболеваниях, связанных с ним. Мы имеем в виду остеопороз, вызванный потерей костной ткани, или остеоартрит из-за проблем с суставами. Чтобы избежать набора лишнего веса с возрастом, необходимо корректировать свои привычки и свой образ жизни в целом в зависимости от количества прожитых лет. Что вы можете для этого сделать? Продолжайте заниматься физическими упражнениями, пусть даже и не очень интенсивными, пилатес, плавание и так далее. Сократите потребление жиров, соли и муки. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем. Высыпайтесь. Наконец, нужно понимать, что просто невозможно иметь одно и то же тело и тот же размер одежды в 25 и в 50 лет. За два десятилетия изменились наши привычки, да и сама жизнь, а наш организм просто подстроился под эти изменения. Спасибо за просмотр. Ставьте отметку «Нравится». Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами была Алиса Иванова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...